всем привет спасибо вам за то что пишите комментарии под этими роликами и спасибо за то что материально поддерживаете канал это очень приятно ну просто приятно и все а комментарии мне очень интересно потому что они меня вдохновляют даже те которые мне не нравятся даже те которые меня раздражают они меня вдохновляют на действия разные в основном творческие так что они вызывают эмоции а эмоция для творчества это главное но я не об этом я хочу показать вот эту замечательную пластинку о которой я сегодня ни слова практически не скажу херби хэнкок 64 год made in by ash называется альбом фредди хаббард джордж колман херби хэнкок рон картер энтони уильямс вот уже все-таки несколько слов несколько слов сказал что это такое это прекрасный прекрасный джаз изумительный молодой джазовый музыкант херби хэнкок записал такой альбом который в общем остался в истории джазовой музыки и останется навсегда наверное в этой самой истории как такой не то чтобы монумент но такое ядро кирпич на котором стоит здание современного джаза вот как красиво скажу но все дело в том что этот прекрасный замечательный с дикой фантазией с невероятной техникой джазовый пианист херби хэнкок молодой у которого все впереди который все уже умел на тот момент времени все мог и все у него получалось встретился с майлсом дэвисом и вошел в состав его коллектива и где-то 63 до 69 по моему года 67-го он играл с майлсом дэвисом потом дискретно уходил и потом вернулся уже в электронные появился на электронных работах майлса дэвиса на уже вот этих там серьезных после in the silent way которые пошли после бич из брю и он там в общем все время появляется играет но майлс дэвис серьезно изменил взгляды херби хэнкока на жизнь на музыку на творчество на себя на все окружающее видимо и классический джазовый музыкант хэнкок стал играть музыку другую другого плана совсем не хуже чем раньше но такую странную что всякие джазовые критики покупатели пластинок джазовых просто любители джаза которые ходили на концерты они все пришли в негодование стали кричать что вернись вернись хэнка к нам играй человеческий нормальный джаз что ты куда тебя несет а его парня понесло понесло его сильно в другую сторону и он собрал коллектив под названием муандиши он так читается с с расстановкой не просто там мандиши мандиши и я хочу показать три пластинки этого самому мандиши это как муандиши сама по себе 71 год это crossings тоже мандиши и секстант пластинку на проигрыватель стоит поэтому только обложечку я показываю тоже мандиши и что за же шушит за такой мандиши это очень хорошая музыка для тех кто любит например группу хоквинт или там группу не знаю не хочется в суе упоминать название и не будут да в общем space rock кто любит space rock и одновременно джаз есть такие люди я их знаю их много поэтому начать можно с 1971 года уже да уже майлз дэвис уже его длинные работы вот эти вот странно называть это все джаз роком потому что джаз рок это все-таки немножко другое ну то я спорю с массой критиков которые считают марса дэвиса пластинки массы дэвиса джаз роковыми вот эти периоды там бич из бреу и дальше это то что на первом альбоме вам мандиши можно назвать космическим джазом космический джаз в чистом виде просто вот поставьте этот альбом и все сразу станет на свои места состав мандиши следующий собственно говоря сам мандиши это псевдоним хэрби хэнк который играет на фендер рода спиано секса джи он же бастер уильямс бас джаба ли били хард ударные мганга он же эдди хендерсон труба и горн вайл бенни маппин он же бас в смысле бас кларнет флейта пипом тата джулиан престор тромбон и вот сам мы это самый пипом тата здесь делает очень много потому что именно пипом тата а именно джулиан престор написал замечательную пьесу в андарин спирит сонг который занимает всю вторую сторону двадцать одна минута 30 секунд вот этот тот самый космический джаз ну начинается все со стената sweet for angela 13 минут на первой стороне и дальше следующее you know you know when you get there 10-минутные фьесы это такой можно сказать пока еще джаз пока еще джаз но уже какой-то не такой джаз классический как был на made in voyage да а такой какой-то странный но джаз еще с ума джазмены не сошли все слушатели и критики еще инфаркт не получили еще играется джаз астината на басовом рифе ну понятно что астината астинатно так играется повторяется одна и та же фраза и на фоне этой фразы как у нас как у мальса дэвиса практически идут развернутые импровизации и духовые и хэнкок конечно с удивительными из нить из вооружения арпеджио которые выплывают из пространства из вселенной такими космическими звездными облаками накрывает это все потом бешеная скорость его игры на фортепиано уже не не огня не опять же такие вот а сольные такие партии уже одноголосые двухголосые трехголосые и всякие всякие прочее ну а you'll know when you get d это более спокойное полотно тоже такое джазовое джазовое для тех кто любит джаз и роду и родину не продаст по известной поговорке тот получит огромное удовольствие а вот это самое вандерит спирит сон который написал тромбонист пепо мтото уже джулиан пристар это уже конечно заход такой серьезный это бешеная перкуссия бешеная фортепиано и сначала такая не не ритмизированная такая штука такая без без четко без четкой ритмической структуры все это вот так колышется дышит 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 один аккорд другой аккорд бас что-то заиграл что-то перекличка духовых потом врубается ритм секция она не врубается она выплывает ритм секция и понеслось куда-то все в сторону орната колмана просто уже какой-то такой навал навал партий которые не пересекаются дурни коррелируются друг с другом а существует сами по себе отдельные взрывы нот какие-то вот это все и это так такое оказывать воздействие магическое муан диши так завораживает что вот эти вот самые двадцать одну минуту просто раскрыв рот слушаешь и рот раскрывается раскрывается все больше и больше с каждым тактом этой чудесной музыки и вот муан диши мы одолели берем следующий огонь который вышел всеми втором году уже crossings почти тот же самый состав с привлечением еще нескольких человек в частности перкуссионистов и духовиков здесь еще и на синтезаторе еще один человек одного ферби хэль как а мало окружу окруженного синтезаторами разных сортов и электропиано там еще специальный человек еще с одним прибором сидит и понеслась такая замечательная история из трех частей sleeping giant на первую сторону целиком квазер и вот а торча пытка водой на второй стороне на второй стороне две пьесы на 1 1 этот самый sleeping giant sleeping giant как мы любим начинается с перкуссионной атаки потом опять неритмизированная такая штука мы все уже в электронике все уже современно все уже синтезатор на по всякому и перкуссия уже синтезатор на и где-то и хэн как играет все вот эти вот такие электрические штуки потом в какой-то момент giant sleeping giant спящий гигант да он просыпается пошла история с басом с барабанами пошел грув пошел общий накат импровизационный потом giant опять как-то видимо выглядывает откуда-то из пещеры проснувшийся немножко передышка опять плавная фортепьяно и синтезаторы хэнкока и духовые и все остальное и giant выходит из пещеры и накат еще больше понесся принесло что-то такое что сотрудников компании blue note который занимался традиционным джазом свело уже с ума и все сказали что ему нет это так невозможно что это такое ну giant в конце концов куда-то уходит потому что пьеса заканчивается так уходя уходя все квазор такая жесткая достаточно штучка но вот вот а торча последняя на второй стороне большое полотно пытка водой это уже вот в чистом виде если про манси дэвиса я остерегусь говорить джаз-рок то вот про вот а торча я скажу впрямую что это джаз-рок это space rock это эту штуку просто бери и вставляю в альбом хоквинт или в альбом простите за выражение ранних пинк флойд пожалуйста это все туда пойдет хотя это все равно остается джазом вот что удивительно вот так вот сумели сделать очень пластинка очень нескучно звучит несмотря на давности здания очень современно потому что электроника и электроника чудесным образом у хэрби хэнкока сливается с народными древними магическими вудуистскими африканскими делами и оказывается что электроника это совсем не урбанистическая штука она вполне может быть и этнической такой что доказал потом джордж джо 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 завину впоследствии через буквально там через пару лет джо завина ударя оговорился джордж про джо харрисона я подумал ник ночь будет память будет будет помену вот и в общем можно было бы и остановиться замереть но нет предела совершенства потому что секстант следующий альбом опять муан диши мы читаем здесь состав опять муайл маканга пеппа мышцы за за джи и джо боли он же били хард на ударных ну и это уже как бы тут уже ублю ноут уже шансов не остается здесь никаких ни малейшего потому что rain dance 1 пьеса всего их здесь тоже три особо особо так не 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 разгуляешься выборе вот этот самый rain dance если у камел есть у группы камел есть пластинка rain dances она очень светлая и там вот эти вот танцы дождя они такие прекрасные солнечные даже несмотря на дождь в радуге все и вот они так но видели как дождь идет как он танцует да такие вот под потоки воды перемещаются потоки капель перемещаются перед глазами да и на асфальте так вот камел это так красиво здесь такой rain dance очень такой тяжелый напряженный мрачный и мало того что он тяжелый напряженный мрачный электрический полностью электронный полностью не знаю весь искрится просто вот этими молниями вот я вспомнил он в какой-то момент времени начинает играть музыку похоже на крафтверк такое ощущение что если не говорить о том что этот джазовый музыкант херби хэн как пианист да а просто кусочек включить это что крафтверк это что этот самый краудрок пошел это компьютер это петли или это забита просто забита петля в компьютер ничего в живую все играется четко по метру четко по клику по метроному и такой вот идет к крафтверка образный на ворот синтезаторный и тут уже классический джазмены конечно получают получают приступы впадают в кому и дальше уже никак никуда и ничего hidden shadows следующий номер уход фанк те тяжелый очень тяжелый очень раз джазованный очень такой напряженный какой-то мы при этом импровизационные веселые а последняя вещь длинная большая продолжение фанковых историй продолжение rain dance вот этих вот компьютерных штук не компьютерных тогда не было еще этого ничего синтезаторных и дикая дикая импровизация со страшными звуками которые извлекают все время хэн как из синтезаторов какие-то скрипы крики скрежет и шорохи и вот это все так вот со всех сторон наваливается и вспоминаю что когда-то хэрби хэнкок был классическим джазовым пианистом он правда ему и остался и записал в массу альбомов классического хорошего джаза вместе с чиком корея у него есть два двойника выше вышла в ту пору еще когда они играли концерты ездили вдвоем просто два фортепиано 2 рояля и это очень здорово он все может он все может может и так и эдак и как хочешь хэрби хэнкок вот такой вот парень пошел пить пока